История о том, как я сходила к подписчице на макияж. И что из этого вышло? Когда она меня красила, мне было, знаете, даже, наверное, не супер комфортно снимать видос. Человек предложил, а я тут, типа, буду отказываться, да, нафига мне это надо. Боже мой, в очередной раз лица у меня обосралась, в каком же раз почему-то, я просто не знаю. Как бы, у меня вопросики, потому что я в шоке. Мне блага есть что сказать. Почему? Да, реально, и я думаю... Ты не шутер. Да нет. Да нет. Да нет. Ладно. Всем хай. Как-то странно я сказала слово хай, потому что, наверное, я пытаюсь быть тихо, это, знаете ли, нахожусь тут в вот такой вот зоне замка, потому что приехала на отдых решила за однопольный случай снять видео, потому что могу. Да, я арендовала замок, но это другая история. Вы знаете, я постоянно снимаю рубрику с проверкой салона, ну, то есть этой рубрике уже больше года, поэтому контента у нас наснималось много. Было что-то хорошее, было что-то плохое. А потом, подумала, решила, что было бы неплохо делать видео с обзором не просто салона в красоте, а ходить к моим подписчикам. И мне очень понравился этот кейс, и я очень много раз ходила на проверку макияжа, маникюра к моим подписчикам, потому что мои подписчики классные. Так я сходила к девочкам, которые делают маникюры, потом мне писали очень много сообщений о том, что спасибо большое, реально там записи чуть ли не до следующего года расписаны. И за это хочу сказать спасибо ребятам, которые, ну, поддерживают, да, ты подписчик, она подпишется, вместе вы подписчики, и я подписчик. Я подписана на все свои социальные сети, с других аккаунтов. Зай, самое время тебе подписаться тык. Когда я снимала очередную рубрику «Проверку салона» у подписчиков, познакомилась я с некой дамой-визажисткой, имя которой ежевика, возможно, вы смотрели этот выпуск. И когда она меня красила, мне было, знаете, даже, наверное, не суперкомфортно снимать видос, потому что больше времени мы с ней просто проболтали. И она рассказывала о своей жизни, о том, что, ну, как бы у нее раньше там все было относительно нормально, и клиенты были, и как-то все было хорошо, и развитие было неплохое, да, в социальных сетях. А потом, как бы, ну, вроде там и там, а потом уже приходит горечь осознание того, что у нее ничего не работает, и нахрена мне все это надо. Ну, ты подумала, решила, что как-то будет не просто круто оставить ее, наверное, ну, с месяцем забитых, там, не знаю, клиентов, потому что месяц будет видео актуально, а потом-то что? И нужно, наверное, как-то проанализировать, типа, знаете, ее аккаунт, с ней встретиться, с ней пообщаться. Ну, я, собственно, сама не знаю, зачем, я решила ей написать, и подумала, что было бы прикольно снять какой-нибудь с ней влог, как мы классные такие, ну, в общем, я реально не знала, зачем мне это нужно, просто захотела что-то сделать, что-то снять совместно с подписчицей, потому что она мне очень зашла. Новости с полей, короче, я не знаю, как я это вообще сообщу вам, и как об этом говорить, но мне написала Лиса о том, что после того, как мы сняли с ней, и макияж, как она у меня была на макияже, после нашего с ней разговора, она хочет снять со мной еще одно видео. Как бы у меня вопросики, потому что я в шоке, я не знаю, я не знаю зачем, я не знаю почему, и что из этого получится, и это супер странно, потому что в том, что я как бы не знаю зачем, что еще, ну, как бы, блин, я не знаю, короче, она мне попросила записывать все свои мысли, эмоции, я не знаю, правильно я это делаю или нет, но я как бы делаю, и я несу какую-то чушь. На первом этапе я пока еще не рассказывала, что я задумывала, потому что я толком еще ничего не задумывала. У меня просто появилась достаточно прикольная идея для видео из серии, вот я сейчас возьму мою подписчицу, которая тоже работает в сфере бьюти, хоть и не является видеоблогером, помогу ей набрать аудиторию, сниму видос, какая классная, молодец, и что, во. Но потом в ходе нашего с ней общения все немного вообще в другую сторону понеслось, и вот как все это было. Первая встреча. В общем, я иду на встречу с Лисой, и мне очень трепетно и волнительно, потому что она, это человек, за которым я давно слежу, смотрю, где-то даже подражаю, вдохновляюсь, и как бы эта встреча очень, 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 да, очень волнительная, и я надеюсь, что встреча наша пройдет хорошо, и я не сяду в эту лужу, про которую все всегда говорят, то есть, ай, я не нашла какой-то чушь. Сейчас сижу монтирую видео, и мне так приятно, я не могу, это так мило, ну, типа, когда я смотрела потом эти вот кусочки, которые он мне отправил, это было очень мило, я не могу. Здорово! Как ты? Я отлично, шикарно. Как ты? Блин, нормально, очень рада тебя видеть. Спасибо, что не опоздала. Спасибо, что не опоздала. Спасибо, что пригласила, я очень прям, прям, очень, очень ждала эту дверь. Очень рада. конечно же один из самых первых вопросов был а почему-то выбрала именно меня но в числе от тех подписчиков которым я пришла на макияж и если мне не трудно посмотреть ее аккаунты сказать я думаю что можно в этом аккаунте исправить чтобы больше как бы приходила в целом клиент по ее больше замечали я подумала что если я была бы на ее месте просто вот я подумала окей а вот я на ее месте чтобы я сейчас стала делать и когда я стала думать на эту тему мне в голову приходили просто разные вещи которые я бы сама лично делала я день как бы ничего не обещала просто предлагала если она хочет справиться ситуацию поэкспериментируй просто чистый эксперимент ради я сделаю так как я тебе посоветую потому что я бы сделал в той ситуации точно так много сопровода уже на ютуб ходила и на счет так ты не делал до короче по ходу этой встречи моя первоначальная задумку поснимать просто какое-то совместное видео и возможно взять ее к себе на канал как я снимаю до сляны на проверку салонов или что-то типа того придумать они как-то потерпели фиаско я подумала решила что хочу себя пробовать в роли дофига наставника и хочу попробовать сделать с ней что-нибудь чтобы я и помогло зарабатывать на своем аккаунте потому что слишком много мы говорили про именно аккаунты и я такая но чтобы никого не водить в заблуждение сразу скажу две вещи вещь номер один да я создала свой курс ссылочка на него в описании второй момент прежде чем меня хейтить и писать фо-фо-фо-фо-фо в очередной раз ты скатилась боже мой очередной раз лица у меня обосралась какой уже раз почему-то я просто не знаю господи как что не день так лица обсирается ну да у меня с этим вопросом все хорошо поэтому я стройная ладно это не прикольная шутка только что было в общем так или иначе прежде чем меня хейтить но хотя бы досмотрите видос до конца потом уже делаете выводы потому что мы от к вас никто не будет дышать учить и стать миллионером олигархом охренеть как много денег заработать вас тоже не будут учить в этом курсе это полезная информация от блогера для тех кто хочет на блоге деньги зарабатывать забегай вперед знаете о чем я сейчас подумала о том что ведь самом начале когда лиса мне предложила свою помощь я честно я подумала что за хрень как бы и знаете что я сделала я не отказала я согласилась просто тупо из-за того что человек предложил а я тут типа буду отказываться не верю все дела когда тебе предлагают тем более предлагают такие люди но как бы уже отказываться дороги назад нет поэтому я просто где-то испугалась где-то еще что-то но я согласилась и я даже не представить не могла даже на 10 процентов представить не могла что возможен такой результат как хорошо что я не отказалась ссылочка будет в описании не будь но на всякий случай скажу на думаю так это всем очевидно если бы вся эта история не выстрелил я просто бы сняла прикольный блог вот я тут такая классная молодец помогаю подписчица но так как все оказалось слишком хорошо и даже мои ожидания как-то немножечко оказались заниженными потому что я ждал меньшего результата то естественно я предлагаю вам кому это интересно тоже ознакомиться с курсом но важный момент я абсолютно не предлагаю знакомиться с моим курсом первое люди у которых нет денег второй момент люди которые не иронично уверены что это очередная блогерская херобора которая бесполезно не нужна не тратьте свои деньги потому что ну зачем вам это надо лучше купите себе что-нибудь например брелок третий момент люди которые ничего не делают и в целом ничего не планируют своем блоге делать и снимают туда контент который просто абсолютно рандомный контент из серии сегодня я танцую завтра я готовлю но при этом я ничего такого конкретного не делаю если ты специалист любой сфере услуг например beauty волосы ногти макияжи пластической хирургия продаешь какие-то вещи кастомишь какие-то вещи рисуешь рисунки на заказ но в общем делаешь что-то конкретное тебе это подойдет даже при условии что половина твоего блока танцуешь но если ты просто только делаю что танцуешь и поешь тебе это не надо это вообще бесполезно там нечего ловить но если ты конечно не хочешь зарабатывать на танцах или на своем пении его в курсе должна быть какая-то специфика аккаунта а теперь как все это было на самом деле достаточно легко и просто развиваться сетях если знаешь как это делать и это вообще не проблема в том что сейчас тут закрыто где-то охвата меньше это вообще максимально пофиг если тут нет у человека цели там не знаю стать самым великим крупным бьюти блогером например у которого будет 100 500 миллионов подписчиков вообще никакой проблемы нет потому что даже аккаунту который знает там типа 10 20 30 40 тысяч подписчиков они могут очень классно и рекламу продавать и клиент у них может много быть и даже какой-то меньше не могут свой запускать люб будто покупать зашли очень простым языком объясняю окей вот условно там уклон тик токер 20 миллионов подписчиков это 20 миллионов абсолютно рандомных людей там дети там их родители там просто люди которые один раз видели в рекомендациях видео понравилось не подписались окей это огромная аудитория но зачастую такие люди не всегда очень хорошо продают какие-то там не знаю те же самые свои рекламы ты заходишь в аккаунт смотри блин у человека такой охват такой бешеный актив а реклама там просто нет типа а почему ее нет ну видимо потому что люди понимают что конверсии с этого чего не очень много чтобы продавать какую-то услугу особенно если ты собираешься быть в какой-то нише например я не знаю там ну расчески да там свои кастомные продавать условно тебе не нужно иметь для этого миллиарды просмотров тебе даже 10 тысяч подписчиков 20 30 тысяч подписчиков которые заинтересованы в своих личных расческах будет дохрена вы просто подумайте что такое даже тысяча заказов просто подумайте а подумайте что такое тысячи клиентов для мастера по волосам очень прям вот важно чтобы люди запоминали если просто там делаешь красиво ну красивые люди делают вообще в огромное количество и толку с этого красиво ну типа толку тогда я приняла решение что буду теперь давать ей задание ибо мне самой стало интересно что можно из этого сделать первая часть всего этого замысла была в том чтобы привести аккаунт в понятный вид и очень важно для меня было то чтобы у нее не то чтобы аудитория как-то супер сильно увеличилась а чтобы та аудитория которая уже есть сейчас которая приходит новая она не просто там историки полистала не просто там фоточки полистала как полистала и забыл да потому что ну мы все прекрасно знаем что иногда заходишь на аккаунты вроде смотришь вроде все нравится но как бы пошел дальше какие-то аккаунты вызывают тебе желание там задержаться посмотреть узнать человека лучше для меня очень важно было чтобы она сейчас раскачала свою аудиторию которая у нее уже была на именно то чтобы они заинтересовались ей как специалистам, чтобы они смотрели ее фотки, чтобы они смотрели на ее макияж, и у них у самих появилось желание эти самые макияжи прийти к ней и сделать. Когда я стала выполнять мои задания, у нее все стало улучшаться, объективно. В общем, я сижу, выполняю задания, и я понимаю, что это не только для визажиста, и даже не только для бьюти-мастера. Просто у меня муж графический дизайнер, и я сейчас ему показала все эти задания, которые ты мне уже дала. И он реально сидел сейчас со мной и делал. Просто он тоже немного в шоке, говорит, блин, это реально как бы тема, и это работает. У меня уже работает. Короче, я ему тоже дала пару заданий твоих, и... Спустя две недели. Примерно две недели у нее ушло на то, чтобы свой аккаунт провести к достаточно хорошему виду, и вместе с достаточно хорошим видом, с клиентами, которые стали к ней записываться из числа ее же подписчиков, но и с небольшим ростом аудитории, потому что они будут друг друга обманывать. Никто там на миллион людей ей не обещал подписки за две недели сделать. Наша задача была другой. Задачу мы выполнили. Задачу первого этапа, естественно, я имею в виду. Но вместе с тем пришли, конечно же, проблемы, которые... Я еще не знала, потому что в переписке она мне о них не сообщила, но лучше бы сообщила, тогда бы этой проблемы, в принципе, бы не было. После первых успехов мы запланировали следующую встречу, и было уже не так радостно. Очень много пишут людей. Конечно, много пишут хорошего, но и много пишут плохого. Доходит до того, что мне просто из каких-то номеров неизвестных звонят по ночам и не дают спать, и мне приходится постоянно добавлять этих людей в черный список. Такое, конечно, впервые у меня в жизни. И знаете, я даже начала задумываться, как вообще у популярных людей, у которых там по несколько миллионов подписчиков, как они вообще справляются с этим хейтом, потому что реально все вот эти вот негативные сообщения, звонки, они превышают всю ту долю хорошего, потому что реально один комментарий может выбить так, что ты больше никогда в жизни не захочешь брать кисть в руки. И я вообще не знаю, если честно, зачем все это, и нужно ли мне было это, и нужно ли делать дальше, продолжать снимать видео. Не, я, конечно, так как Лиса просила делиться своими эмоциями. Я продолжу, досниму вот это видео по-любому, и мы планируем с ней встретиться. Она попросила меня с ней встретиться, и я не знаю, когда же пойду на эту встречу, потому что, ну реально, этот хейт просто за последние несколько дней меня выбил полностью из колеи, и я уже сомневаюсь, хочу ли я всего этого, хочу ли я этой. Я пока еще не знала, что у нас такая проблема. Я созду ежевику, будем с ней встречаться, буду давать ей кое-какие задания, а потом отправлю ее домой, чтобы она эти задания обсуждала. Охо-йо, здравствуйте, здравствуйте. Так, я предлагаю пойти куда-нибудь взять кофе, сейчас мы с тобой разберемся, что расскажешь, как у тебя дела. Все нормально? Да. Точно? Да. Не верю, ну типа реально все случилось. Просто, ну выглядишь как будто немножко не супер. Ну, флай, нет, не то чтобы не супер, а в том плане, что как будто что-то случилось. Я не знаю, Лис, я что-то это... Мне кажется, все это как-то зря мы задумали, и я что-то не уверена в себе немножко. Почему? Потому что после... Ну вот сначала, после первого там задания, второго все вроде как пошло наверх, все вау, круто. А потом что-то не так пошло? А потом столько начали писать в директ такого, даже близкие начали, как-то не поддерживают, говорят, что ну окей, там опять же та же история, да, сегодня тебя поддержит Лиса, а завтра ты пойдешь одна, и как бы реально же, кушать хочется каждый день, ну как-то там стабильно все. Не знаю. Я поняла, ладно, все, так, все, стоп, 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 стоп. Основная проблема заключилась в том, что резко начал появляться какой-то хейт. И я прекрасно понимаю, что во многом этот хейт обусловлен тем, что она вышла на моем канале, что естественно мои подписчики, так или иначе, кто-то начал находить ее аккаунт, кто-то из ее знакомых, естественно, начал смотреть это видео. И то, о чем она не сказала в этом видео, но то, чем она рассказала мне лично, дело было в том, что даже люди из ее реального окружения видели видео, где она у меня на канале, и начали писать ей в личку всякую хрень из серии. Вот, ты сейчас, типа, пришла к блогерше, сейчас у тебя из-за блогерши будет куча заказов, а потом что-то будешь делать через неделю. И вот куча людей, знаете, начали токсичничать в ее сторону, и естественно, ее это стало очень дезморалить. Так как я видео выложила, естественно, не в тот день, когда мы это снимали, а мы уже начали с ней, типа, а-ля, работать над тем, чтобы улучшить ее аккаунт, то ее сомнения появились, естественно, в момент, как раз-таки, когда видос мой уже и был на канале, поэтому такая вот ерунда. Но мне, благо, есть что сказать на тему хейта, поэтому... Ну, короче, смотри, какая тема. По воду хейта. Я не знаю, по какой причине, но мне, правда, этого не супер понятно, но очень многие люди реально начинают пускать руки, когда стало твое стейдер. То же самое, что происходит с тобой. Давай сейчас просто на банальном примере. У меня хейт был всегда. У любого публичного человека есть хейт всегда. Сейчас даже более, знаешь, каких-то крутых персонажей возьмем, типа, вот ты любишь бейзажи стабуа. У нее хейта больше, чем у кого-либо другого из в лицетерии вообще в России. Потому что, ну, как бы, настолько, насколько она успешна, настолько она многих других людей будет. Ну, это просто факт. Ты ее делаешь, так уж устроено человечество. Ну, это морально, на самом деле, прям замораживает. Очень тяжело. Это даже практика работы. Да, все правильно. Надо теперь это дослышать. А теперь я возьму самых популярных людей вообще в мире. Ну, типа, там, Ким Кардашьян, да, если возьмем. Ну, и вообще все семейство кардашьянов-дженеров. Хейта у них, я думаю, ты сама представляешь, сколько там гигантское количество. Даже хейт на их маленьких детей, которые там, типа, я не знаю, сколько лет, его просто очень много. Потому что дети не такие, и они не такие, отношения их не такие, все у них не так. Однако, где находятся дженеры, где находится даже сам лабуар, где находится любой рандомный блогер, который, типа, ну, научился зарабатывать в самом контенте, я думаю, не понимаешь. Это просто цена, которую ты не то, чтобы должна заплатить, ты просто сопутствующая твоя история. Я, знаешь, типа, вот если ты работаешь в каком-то офисе, у тебя все равно будут какие-то внутренние твои склохи. Только вот когда ты находишься в медиапространстве, эти склохи находятся, как правило, в интернете, ну, да, тебе напишет, что ты страшная, тупая, там, не знаю, что-нибудь напишет про твою семью, там, про твою технику, обязательно. Но другое дело, как отработать в каком-нибудь коллективе, тебе же это могут за спиной говорить вы, с которыми ты общаешься. Вот сегодня сидишь там за своей коллегой, вот точно так же, пьешь чай гоф, она тебе такая «да-да-да-да-да-да», потом ты узнаешь, что она, там, не знаю, грызет в твоем коллективе. Кстати, да. И... И это вкусно-человеческий фактор. Я понимаю, что очень легко сказать, типа, вот это опять-то на вход, не обращая внимания, Но это просто сопутствующая история. И люди, которым ты не нравишься, ну они всегда будут. Мне зависит от того, что ты будешь делать. Ты никогда не будешь суперудобным человеком. Никогда. Вот что бы ты не делала. Поэтому делай так, как ты хочешь делать. Поэтому забей ты на этот фейд нахрен. И давай контент делай. Если ты в следующий раз придешь и скажешь, что ты не хочешь делать это по какой-то другой причине, но только не про хейт, я тебя обязательно пойму, вообще это ничего не буду укладывать. Я тебе скажу, конечно, да, я тебя понимаю, но проблем, вопросов нет. Просто про хейт больше ничего не говори, потому что проанализируй самых глотых людей. Хорошо. Хейт это вообще всех? Вообще всех. Я поняла. Ой, кофе несут. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Ну и дополнительно основной тезис, которым я сама всегда себя успокаиваю, когда прям, ну вот, тяжечко начинается, потому что скрывать не буду, иной раз бывает. Но не все моменты, о которых вы знаете, мы говорим о чем-то более лайтолом. Ну, я думаю о том, что хейт это, в принципе, у всех, включая каких-нибудь условных несуществующих аниме персонажей. Поэтому раз уж хейт это аниме персонажей, то что уж говорить про реальных людей? Нечего сказать. Решив вопрос с хейтом, перешла к новым советам и заданиям. Вторая часть была про то, как попадать в рекомендации к нужной аудитории. Не просто, чтобы люди тебя посмотрели, а полезные. Попадаешь в рекомендации, где подписывается человек и заинтересован в тебя, и хочет к тебе прийти. Это все-таки про разное. Или когда тебя видит какой-нибудь пиар-менеджер какого-то бренда, он видит твой аккаунт, он видит, окей, у тебя не супер много актива, но он хочет тебя пригласить на свое мероприятие, хочет дать тебе свою продукцию, потому что ему нравится, как ты этой продукцией работаешь. И моя цель всей жизни была именно в том, чтобы привести ее именно к такому состоянию, что люди ее видят, какие-то бренды ее видят, и они хотят с ней работать. Вот. Для меня это было очень важно. Чуть больше, чем за месяц она получила первое приглашение на мероприятие. И новых клиентов. У меня очень много записей, и у меня, наверное, последний, потому что за последний год точно не было столько записей, сколько было уже за этот месяц. У меня записываются на макияж, на обучение макияжа для себя, у меня берут онлайн уроки для своих дочек. У меня было много косяков, ты мне помогла их исправить, и я мега счастлива, как это круто все работает, и как это просто, а самое главное, быстро меняется. Я бы на самом деле не сказала, что это было так уж и быстро, но ладно. С момента, как я привела ее аккаунт в рабочее состояние согласно моему взглядной ситуации, как я бы делала для себя лично, ее заработок увеличился за последний месяц на 150 тысяч рублей. Помимо этого появилась бартерная рассылка, всевозможное участие в проектах, некоторых мероприятиях и в целом небольшое расширение аудитории. Если вы рассчитывали здесь услышать цифру, ее заработок увеличился на сто пятьсот миллионов тысяч, то нет. Это, я думаю, что надо идти к людям, которые рассказывают о том, как заработать миллиарды дыханием матки и анусным выпуком. Вот это к ним. Я просто рассказываю то, как можно на влоге на своем что-то подкорректировать, чтобы тебя люди замечали, им было не похер на тебя и никакой мистики, магии или прочей медитативной дыхательной системы маточкой. На нашей последней встрече, перед тем, как я улетела, был вот такой вот результат. История о том, как я решила стать продюсером, и у меня получилось. 147 тысяч рублей, и это не на макияжах. То есть, часть, конечно, на макияжах, а часть – это энергетика. Я работала в компании «Макдональдс». Я умела заправлять бигмаки, чизбургеры. Я умела чистить гриля, я умела чистить тостер, обслуживать гостей, выслушивать каждый раз их возмущение. Я прямо сейчас слышу это возмущение. Почему у человека, у которого не супервысокие охваты, есть реклама, есть рассылки от брендов. Ну, ребята, вот так это работает. Просто нужно знать рецепт, и тогда все будет ок. Не обязательно иметь семьсот тысяч лайков, семьсот тысяч, там, не знаю, миллионов каких-то подписчиков, чтобы у тебя были проекты, клиенты, рекламы, рассылки и всякие другие штуки. Так-так-так, подожди, давай по кусочкам. Во-первых, у тебя был какой-то твой курс макияжа, правильно? Да, у руки макияж для себя. У тебя он был ежемесячный. Да. Давай начнем с него. Больше стало людей? В два раза. В два раза, да. Хорошо. То есть, они реально смотрели сторис и хотели быть, как я. Заинтересовались. Потому что больше показывал типа, что ты визажист, и поэтому, соответственно, люди такие, о, класс, пойду покупать. Да. Супер. Потом ты говорила, у тебя какая-то реклама появилась. Да. У меня пришла реклама. У меня была там раньше реклама раз в три месяца. Да. Какая-то небольшая. Да. Сейчас у меня пришло сразу два рекламодателя. Разных. Да. Прикольно. На 60 тысяч рублей. У меня никогда не было такой рекламы. Нафигеть. Просто. Это просто. Это просто. Я не знаю. А напомню, сколько у тебя подписчиков? 41 тысячи. 41 тысячи. Уже. Просто я рада, что моя тактика работает. Раз того, что ты все выписала, это просто. Ну, это очень правильно. Я считаю, да. Да. Молодец, молодец. Все, рассказывай мне. Все, все, все. Для бьюти мастеров на мастер-класс в Казани. Для бьюти мастеров? То есть ты хочешь учить визажистов визажу? Ну, мастер-класс. Мастер-класс. О, круто. И не просто показывать типа там за рекламу или какой-то пиар, а за бабки. Что, реально? Да. В смысле, это реально ли ты специально мне для видео говоришь? Ты не шутер. Да нет. Да нет. Да нет. Ладно. Ссылка будет в описании, посмотрите. Поэтому очень надеюсь, что те, кто его приобретут, будут безумно сильно довольны, потому что я крайне сильно постаралась. Уверена, что эти навыки вам безумно сильно пригодятся. Говорю я вам это со стороны не как какого-то духовного наставника, боже не дай бог, я говорю это исключительно как блогер, который развился в социальных сетях самостоятельно, не скупая при этом массово рекламу. Ладно, я купила рекламу в самом начале моей ютуб-карьеры два или три раза, но когда я еще была кота-блогером, потом рекламу не покупала никогда. Поэтому вам не нужно быть дополнительных инвестиций в то, что я вам рассказываю, просто послушать и проанализировать свой аккаунт, сделать некоторые правки, понять, что тебе надо и, в общем-то, ну все. Как работать с подписчиками, как работать с брендами, где, собственно, искать эти бренды, где искать мероприятия, где найти ту самую целевую аудиторию, которая нужна конкретно твоему блогу, ну это исходя из того, что вы будете слушать, вы будете сами для себя анализировать. Там, короче, все будет, это методички и видео, долгие будут и задания, ну, короче, там прям целая куча всего, и общие чаты у нас будут, и по возможности будем еще друг друга шарить, то есть дополнительно еще искать какую-то, знаете, помощь, продвижение среди тех, кто уже этот курс приобретет. Короче, там прям целая экосистема отдельная, чему я очень рада. А это тюлень. Я буду на проверку макияжа к своей подписчице. Блин, я очень надеюсь, что она обрадуется. Все для тебя. Сразу. Маска. Я сразу ставлю тебе лайк, потому что ты протираешь лицо тоником, а не целяркой. Как вы думаете, кому из нас больше повезло? Кого будет красить Егор и кого будет красить Лера? Да вам помоги мне. Когда мне стали наносить на брови обычный клей ПВА, Баллера, ты не знаешь, не беги.